Не успели за скидками осенью? Экономьте до Нового года! Ваша реклама со скидкой до 50% на телевидении, радио и в газете. Охота за скидками продолжается. Успейте попасть! 220-250-222-300 Добрый вечер! В эфире итоговая программа «Факт» с полуинформационной картины уходящего дня страны «Октябрь». В студии работает Ирина Ребикова. Костак сообщает, правильно разъяснять отпускающие бороды молодежи основы ислама, призвал президент Республики Казахстан Урсултан Назарбаев. У нас среди верующих есть молодежь, есть посещающие мечеть по веянию моды, есть верующие, подрезающие штаны, отпускающие бороды. Нужно всем им правильно разъяснять основы ислама, сказал президент на встрече с новым верховным муфтием Казахстана Серегбаев Кажи Уразом. Глава государства также акцентировал внимание на необходимости проведения индивидуальной разъяснительной работы с преследователями радикальных религиозных течений. Костак сообщает, никаких военных действий и задержаний в Караганде не было, сообщил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Турунгумбаев. При этом он напомнил, что сейчас идет переговорный процесс. Напомним, 11 ноября в Арсирол Метал Тимиртау сообщили, что часть горняков четырех шахт не поднялись на поверхность после окончания ночной смены. Также горняки предъявили основные требования к руководству компании. Это повысить зарплату на 100%, убрать тарифную сетку, убрать иностранную рабочую силу из угольного департамента и улучшить материально-техническое снабжение шахт и другие. По словам министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамары Дусеновой, бастующих 684 человека. Позже лидер профсоюза угольщиков Кургау Марат Миргоязов сообщил о том, что представители Арселор Метал Тимиртау не идут на уступки бастующих шахтерам. Сегодня в Акимате Карагандинской области заявили, что часть горняков вышла из шахт на поверхность. Кастак сообщает, депутаты Мажелиса парламента Республики Казахстан согласились с поправками Сената и приняли Кодекс Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет, а также пакет сопутствующих поправок к нему. В частности, внесены поправки касательно нормы освобождения от налога на добавленную стоимость фармацевтических услуг и услуг по учету реализации лекарственных средств и изделий меднозначения, сказала депутат Мажелиса и председатель комитета Гульжана Карагусова. Также внесены поправки в части применения в 2018 году для всех производителей сельскохозяйственной техники льгот по НДС в рамках специальных инвестконтрактов от 2019 года для производителей, заключивших соглашение о производственной сборке. И это только часть поправок. Кастак сообщает, Казахстан ратифицировал договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба президента Республики Казахстан. Напомню, как пояснил ранее министр национальной экономики Республики Казахстан Тимур Суэльменов, Казахстан обсуждал все нормы с союзными государствами, поэтому процент учета наших замечаний, которые были подготовлены казахстанской стороной, составляет порядка 67%. Из более чем 700 замечаний, порядка 67% были учтены в процессе работы над кодексом, сообщил он на пленарном заседании в Сенате в ноябре. В соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе, осуществляется единое таможенное регулирование. Кастак сообщает, Европейский парламент одобрил соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном, сообщил руководитель пресс-службы МИД Республики Казахстан Ануар Жайнаков. Соглашение охватывает 29 сфер сотрудничества от экономики и торговли до противодействия распределению оружия массового уничтожения и терроризму сотрудничества в сфере изменения климата, здравоохранения, управления государственными финансами и налогообложения. На данный момент 18 из 28 государств-членов ЕС уже ратифицировали соглашение. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, а сразу после нее не менее интересные новости. Не переключайтесь. А сейчас городским новостям. Здание областной филармонии сегодня прошла ярмарка вакансий, заключительная в этом году. Сотни безработных пришли сюда в поисках работы. В свою очередь в традиционном мероприятии приняли участие 45 предпринимателей и организации, которые предоставили 456 вакансий. От большого количества народу в фойе областной филармонии душно. К некоторым столикам работодателей не подойти. На приглашение от центра занятости откликнулись сотни актюбинцев. Работу находят не все. Но это не только из-за чрезмерной амбициозности безработных. Сергей Хребко в этом году получил востребованную, как утверждала статистика, профессию. Наладчик КПА. Его руки по всем расчетам давно должны были стать незаменимыми на одном из заводов. Но обучение, как и многим выпускникам, не дало главного – опыта. Сложно в нашем городе найти работу. Особенно по профессии. Поэтому все люди в основном идут в торговлю и в другие сферы. А с какими сложностями вы столкнулись? Ну, то, что везде требуется опыт. А где его возьмешь, если не берут без опыта? Продавцы, технички, бетонщики и плотники. Крановщики – самые востребованные рабочие специальности. Нынешняя ярмарка профильная. К примеру, система образования испытывает нехватку в воспитателях детских садов, в учителях начальных классов, английского языка, химии. Медучреждения, кроме участковых и врачей-терапевтов, ищут эндокринологов, тезиатров, кардиологов. У нас точно нет. Средняя зарплата, которую мог предложить работодатель на ярмарке вакансии, составляла 50-80 тысяч тенге. Зарплату повыше предлагали рабочим сварщикам и крановщикам. По-прежнему сложно найти работу с женщинам в возрасте. Если в паспорте около 50, то угодить работодателю практически невозможно. И это при том, что совсем скоро до пенсии прекрасной половине человечества в этом возрасте будет еще далеко. Мне 49 лет, но работу, конечно, в нашем возрасте, конечно, сложновато. А в чем сложность заключается? Что говорят работодатель? Возраст, потом, ну как, сейчас молодым вперед дорогу дают. Представители центра занятости говорят, что Ак-Тубе – территория развития. Инвестиционные проекты сейчас – неотъемлемая часть крупного бизнеса. К примеру, уже в следующем году в Ак-Тубе заработает завод по выпуску керамогранита. Поэтому данная сфера потребует новые кадры. Уже сейчас завод ищет более 200 рабочих. Это не только работники офиса, конечно же, мастера и те, кто будет работать в цехах. Подобные потребности у нового завода, вероятно, будут возникать все чаще. Главное, чтобы у них были клиенты. В целом, по итогам подобных ярмарок, проведенных в этом году, трудоустроиться смогло более тысячи человек. Для ЗАЦа Киева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». В микрорайоне БАТ-С-2 в рамках ГЧП сегодня открылся интернат для одаренных детей сельской местности. Такую возможность получили 100 детей, учащиеся 7-8 классов. Радостное событие с ними и их родителями разделили представители власти. В ближайшие несколько лет это здание станет обителью для 100 одаренных детей со всех уголков Актюбинской области. Для многих из них это стоило большого труда, как, к примеру, для семиклассника Нурбулакской средней школы Нуржана Тимирбаева, что в Алгинском районе. Все лето мама мальчика несколько раз в неделю после работы возила ребенка из поселка в областной центр на занятия к частным репетиторам. Результат не заставил себя ждать. Будущего математика отобрали из сотен детей. Я очень рада, что вот в наше такое сейчас трудное время дали возможность именно сельским детям вот учиться в такой школе, в таких условиях детям для проживания. Переживаем, как это все будет. Ну, надеюсь, у него все будет хорошо, и я довольна вот условиями, и поэтому не переживая, оставляю. Да, я хочу, чтобы он в жизни в первую очередь научился самостоятельности. Прежде чем попасть в интернат, ребята прошли серьезный отбор. На одно место в учебном заведении претендовали семь детей. Из 760 сельских школьников возможность обучаться в интернате для одаренных детей получили лишь 100. 85 из них за счет бюджета, и еще 15 за счет предпринимателя, построившего школу. В числе последних девятиклассник Баглан Калышбаев из города Кандагаш, блестяще показавший себя на Олимпиаде по химии. Тут есть очень хорошее будущее, можно поступить в очень хорошие институты, если окончить 11 класс. Хорошее будущее будет. Нам показывали комнаты, тут очень красиво, просторно. Есть, где можно самому заниматься после уроков. По дому скучать будешь? Да, пока привыкаю здесь. Ребята будут проживать вот в таких секциях, рассчитанных на 4 человека. Здесь есть рабочая зона, необходимая мебель, отдельный санузел. Интернат построен в рамках государственного заказа, соответствует всем современным требованиям. Предусмотрены зоны отдыха, кафетерий, читальный зал, школа расположена в соседнем здании, где ребята могут дополнительно заниматься спортом и в различных кружках. На открытии интерната побывал и Аким области Бердебек Сапарбаев, который дал новоиспеченным воспитанникам интерната наставление, а их родителей попросил не беспокоиться за своих вундеркиндов. В прошлом году на открытии школы для одаренных детей Сымбат мы выразили пожелание, чтобы здесь могли учиться и дети из глубинки, дети сельчан, чтобы они имели равные с городскими детьми образовательные возможности и ресурсы. Сегодня мы присутствуем на открытии такого интерната, что радует. Здесь есть все условия для того, чтобы дети разносторонне развивались и оттачивали свои знания. В преддверии Дня независимости в городе презентован еще один объект – смарт-хоум-общежитие РГУ имени Жубанова. Дом молодежи номер 3 рассчитан на 500 мест и оборудован по последнему слову техники. 500 студентов, магистрантов, молодых специалистов Октюбинского регионального госуниверситета имени Жубанова празднуют новоселье. Все они обрели временный кров в новом доме молодежи. Проживание в общежитии будет стоить 25 тысяч тенге в год. Ранее такую же сумму им приходилось выплачивать за месячную аренду жилья. Будучи вообще студентом нашего университета, я убедилась в том, что в нашем руководстве не присутствует личная судьба нашей молодежи, народу вообще и главный образ для студентов. Потому что для студентов я считаю, что создана хорошая история для того, чтобы они просто жили в нашем общежитии, получали знания и свои знания потом уже показаны на практике и показали, какие знания в нашем университете для того, чтобы развить наше государство в будущем. Общежитие буквально напичкано чудесами техники и не случайно получило приставку смарт, то есть умный. Так у каждого жителя дома молодежи будет персональная пластиковая карточка для входа в здание. Дом оснащен системой видеонаблюдения, беспроводным интернетом, смарт-залом, где одним касанием руки можно выполнить несколько операций. К тому же в качестве источника электроэнергии рассматривается возможность использования солнечных панелей. В каждой секции по две комнаты на пять человек имеется душевая и туалет. Все остальное, как и положено в общежитии, общее. Но комфорта это не уменьшает, уверяют местные хозяйственники. Девять этажей, сто секций, в каждой секции по пять студентов, по пять человек. В каждой секции у нас есть туалет, душевая, а также умывальник. Каждое здание у нас, а каждый этаж оснащен мини-библиотеками для работ студентов со своими домашними делами. Также в каждом этаже у нас есть читальная, у нас есть санитарная комната, есть прачечная и комната для гладких белья, кухня. Новый дом молодежи – это подарок университета имени Жубанова своим студентам ко Дню независимости. Асиль Кинжалин, Алимжан Молдобеков, программа «Факт». Департамент госдоходов призывает актюбинских автолюбителей вовремя оплатить задолженности в бюджет. Срок уплаты налога на транспортные средства, напоминают специалисты, истекая 31 декабря 2017 года. В случае неисполнения обязательств в установленный период за каждый день просрочки будет начисляться пеня. Также будет выставлено уведомление. То есть по срокам неисполнения уведомления также будет, дальше будут применены меры, такие как иски в суд. То есть по решениям суда будут уже в дальнейшем мере принимать судебные исполнители, такие как государственные или частные судебные исполнители. В этом вопросе у нас были проведены мероприятия по задолженности прошлых лет. По итогам рейдовых мероприятий трое водителей подверглись административному аресту. Десять изъявили желание оплатить налог на месте. Общая сумма поступлений в бюджет таким образом составила 4,5 миллиона тенге. Кроме того, с начала года в судебные органы было направлено 1085 материалов, в результате чего 783 человека погасили задолженность в размере 89 миллиона тенге. О повышении качества проведения судебных экспертиз в Казахстане говорили сегодня в здании Нуратан. Здесь с участием представителей Министерства юстиции, депутатов парламента, ведущих специалистов и ученых прошла Международная научно-практическая конференция. От результата работы судебных экспертов зависят судьбы миллионов людей, поэтому вопрос повышения качества является первоочередным и требующим всестороннего внимания. Огромную поддержку в данном направлении судебным экспертам оказывает Всемирный банк. Его представители берутся за обучение казахстанских специалистов и дают им возможность обмениваться опытом с зарубежными коллегами. Мы участники проекта институционального укрепления сектора правосудия. Одно из направлений в укреплении судебной экспертной деятельности. Наши эксперты сейчас уезжают очень хорошо за рубеж, изучают периодовой международный опыт именно за счет помощи, за счет средств Всемирного банка. Ну и у нас у самих здесь есть институты, где проводится повышение квалификаций. После окончания человек, имеющий соответствующее образование, он может и много у нас людей сдают документы к нам на получение лицензии эксперта по тому или иному направлению экспертной деятельности. И люди активно этим занимаются. В Казахстане сегодня зарегистрированы порядка 800 судебных экспертов. Ими с начала года проведено 176 тысяч различных исследований и анализов, 80% из которых касаются уголовных дел. Проведение процедур по более чем 200 материалам приостановлены ввиду нехватки положенных документов, сообщает столичный гость. По его словам, центры судебных экспертиз сегодня функционируют в нескольких областях страны. С февраля текущего года такая деятельность передана в частные руки. Новый закон, он принят в этом году, в феврале месяце, он позволяет проводить людям заниматься частной судебной экспертной деятельностью на основе лицензии. И во-вторых, мы уже в этом году создали республиканскую палату частных судебных экспертов. И где-то в восьми областях сейчас создаются областные палаты. Поэтому работа в этом направлении продолжается. Естественно, будут определены требования предъявляться как к квалификации самого эксперта, так и к тем условиям работы. То есть у него должны быть какие-то помещения, оборудование для проведения определенного вида экспертизы. Все эти требования будут, они есть. Международную научно-практическую конференцию, прошедшую сегодня в здании НДП Нарутан, приурочили к 20-летию со дня основания Государственного центра судебной экспертизы. Айсулу Махмутова, Сергей Калашников, программа «Факт». На этом на сегодня все. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!